Моя была на Буховестке, я раздавала Иоанновской. Проходит старость, оказалось, от нашего храма живой. Ну, там такой довольный, поблагодарил меня, молодцы, вырославлены ее, конечно, только из храма пришли. А вы что стоите? По благословению не векалка? Я говорю, нет. Батюшка вас благословлял? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, не Господь, я вас прошу благословения. И прямое благословение идет по Евангелию, когда Господь сказал, что идите, проповедуйте по всему миру Евангелие, кто будет веровать в Крестистос, спасен будет, кто не будет веровать, если он будет. Ну, он так заулбался, я говорю, ну, это правильно, правильно, но все равно нужно иметь благословение Батюшке. И вот я хочу вас спросить, это обязательно благословение надо Батюшке, или не обязательно? Я ему еще сказала, говорю, вот, пожалуйста, посмотрите, говорю, написано, благословение Кириллево на Евангелие. Он посмотрел, все равно надо иметь, может, вы, у вас, может, появится гордость, или вы куда-то уйдете, я говорю, куда я могу уйти, я говорю, радуюсь стану, какая может быть гордость, как радуюсь, кашляю, возьмем Евангелие, я радуюсь стану, благодарю Господу, как был господь старости, получил человек Евангелие, особенно когда молодежь берете, я там довольна вообще. Что-то у вас плохо, шум такой слыть, ничего не понятно. Вот я спрошу сейчас, Валентина Хапилина, поняли, что она сказала? Переведи мне. Шум, я ничего не поняла, я просто так, это, немножко, что она начала проповедовать, а у нее просят, спрашивают, благословение она получила от Батюшки или нет. Но это не надо благословения никакого, это повеление Божие, идите по всему миру, они кищатся властью, которой у них нету, ты никого не спрашивай, иди день и ночь проповедуй. Хорошо, Игнат Ильич, я так его и объяснила, а он мне все равно, придете в субботу в храм, и подойдете, я вас подведу в Батюшки, чтобы он вам дал благословение. Ну, проверить надо только, что правильно ли вы говорите, чтобы вы прошли курсы, и потом поставьте фотографию сюда большую, нормальную, вот в платке, как Валентина, а то далеко, дерево там, вообще никого не видать. Хорошо, Игнат Ильич, слушаюсь, делаю. Вот посмотрите, которые сидят, вот сестра, Рахиль, другие, вам есть на кого посмотреть, чтобы голова была во весь экран, и лицом сюда. Да, никого не спрашивайте, Господь сказал, читайте Диане Апостолов, 8 глава, 4 стих. Идите по всему миру, это читаем уже у Марка, 16 глава Евангелия, 15 стих. Вот это надо делать. А батюшка... Я ему так и сказала, я же ему прямое повеление Господа нашего, Иисуса Христа, я ему сказала это. Он засмеялся, хорошо, но все равно надо благословение. Ну, хорошо, хорошо, сходите, это не помешает, никак не помешает. Мы ездим, знаем, надо ехать, но мы дорогой благословлялись, нас три епископа благословили. Это хорошее дело, благословение, он будет заботиться, молиться о вас, и, может быть, задаст вам какие-то вопросы, поможет. Сходите обязательно, но он не будет благословлять, тогда иди и проповедуй все равно. Ну, вы знаете, Евгений Петрович, он еще как-то так сказал, что хорошо бы вам с ним подружиться, с этим батюшкой. Ну, пускай на меня выходит, я приму его здесь. Дайте ему вот здесь, в скайпе, пусть выйдет на меня. Хорошо, я ему дам музеточку, чтобы он слышал на вас. Нет, хорошо, все, благодарю. Слава Христу. Спасибо, Христос. Да. Так, кто еще есть? Нету, я ухожу тогда. Нет, знаете, не уходите, у меня такой вопрос. Вчера меня слышно, во-первых? Да, я слышу, хорошо, Галина. Ага. Вот вопрос такой. Вчера мы на занятиях рассуждали, и у меня вот эта мысль второй день, как говорится, колотится в голове. Мы рассуждали о том, что вот брат Игорь нам сказал, что страх Божий побуждает нас помышлять о Боге. А вот я еще думаю так, что ведь и помышление о Боге также рождает страх Божий. Вот я не права в своих размышлениях? Или это и так, и так можно принимать? Да, именно так и так, но без страха Божия ничего нет. Если человек начинает, как вот еретики говорят, главное – любовь Божия. Правильно, главное. Но если ты не испытал страха Божия, Игнатий Брещенинов говорит, начни сначала, еще ничего у тебя не было. Иоанн Златовус говорит, Бог обещает рай и ад. Так вот, разговор об Аде, угроза Божия больше содействует спасению, чем обещание будущих благ рая. Ибо многие пренебрегли бы раем, если были бы свободны от наказания. Вот как. Начало мудрости страх Господень. Прища Соломона, 1 глава, 7 стих. Понятно. Спаси Христос. Слава Христу. Еще? Нет никого? Ухожу. Это мы толкование читали. Я не сам сказал, это истолкование. То есть одна часть была просто сказана. Хорошо. Хорошо. Понятно, Игорь. Спаси Христос. Это никак не противоречит ничему, что брат сказал и что сестра сказала. Так, вопросов нет больше? Отошел.